МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжим эфир первого городского телеканала в студии программы ЗАНТАЛИМЕН. Сегодня будем говорить о деятельности прокуратуры Айтикибийского района. Но прежде чем представить вам нашего сегодняшнего гостя, давайте совершим небольшое путешествие в этот район нашей области. Как вы знаете, в нашем регионе 12 районов, и одним из них является Айтикибийский район. По площади район занимает 4 место, а вот по населению 7. Расположен Айтикибийский район на северо-востоке нашей области, в 320 километров от города Актубе. Занимает площадь почти в 36 тысяч квадратных метров гектар с населением почти в 25 тысяч человек. Если говорить об истории района, то образовался он еще 56 лет назад. В далеком 1966 году, как Комсомольский район. В 1993 году переименован в Багиткольский район, а 17 июня 1997 года указом президента Казахстана стал Айтикибийским районом. Назван так в честь великого сына казахского народа, Айтикиби Байбекула, получившего блестящее по тем временам образование. Он учился в медресе в Самарканде. Все предки Айтикибии в истории степи – известные бии, батыры, воины, приближенные ханским дворам, советники знатных правителей, видных деятелей. Сам Айтикибий с 15 лет принимал участие с отцом в руководстве Луса, а в 21 год стал главным бием Луса. В 25 лет народ младшего жуза избрал его главным бием. Именно так сообщают исторические архивы. Как и другие районы нашей области, основные направления Айтикибийского района – это животноводство, разведение крупного рогатого скота, овцеводство, коневодство. Также выращивают здесь и зерновые культуры. Айтикибийский район состоит из 15 сельских округов, включая административный центр района – село Тимирбека-Жургенова, который ранее назывался Талдысай. В составе 15 сельских округов находится 27 сел. В районе действует 30 средних общеобразовательных школ. Из них 23 средние школы, 5 основных и 2 начальные школы. А еще медицинские учреждения, центры обслуживания и другие социальные объекты. Вновь приветствуем вас на Первом городском телеканале. Напомню, вы смотрите программу «Зан Телемен» в студии Асель Растангалиева. И сегодня у нас в гостях в качестве спикера выступает прокурор Айтикибийского района Усман Оренбасарула. Здравствуйте! Здравствуйте! Усман Оренбасарович, сейчас мы просмотрели и прослушали небольшую информацию об Айтикибийском районе, но все-таки хотелось бы более подробно остановиться на работе вашего ведомства. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в данном районе. Как известно, благосостояние населения в первую очередь зависит от коронавирусной ситуации в отдельном регионе, в связи с тем прокурор Айтикибийского района взяла курс на профилактику уголовного правонарушения и, как следствие, в результате принятых мер, а в частности координация деятельности местных исполнительных, а также правоохранительных органов и исполнение межведомственных планов, которые разработаны в прокурор области и утвержденной Акимовой области нам удалось снижить регистрацию уголовных правонарушений на 18%. Снижение преступлений усматривается под таким преступлением, как кража на 33%, скатокраса на 60%, причинение тяжкой вреда здоровью на 100%, умышленное причинение средней тяжести вреда на 100%, наркопреступлений на 100% и особо тяжких преступлений. То есть это те преступления, которые влияют на криногенную обстановку и благосостояние населения. Кроме того, как известно, через Айтикивийский район у нас проходят две республиканские трассы, это Самар-Чемкента и Карапута-Костанэ. За истекший период текущего года на этих республиканских трассах совершено 4 дорожно-транспортных происшествия с 8 мертвыми входами. Как известно, причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является наряду с качеством дорог и стихийно-такси, услуг такси. Понимая данный вопрос, мы проанализировали данный вопрос и пришли к выводу, что многие лица у нас не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не получают патент на обширение перевозок. В связи с чем, по актам подборожского региона, двое лиц Айтикивийского района предвещали административную ответственность за ней регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и оплатили штраф. Более того, на сегодняшний день нами принимается активная работа по исполнению поручений главы государства по переходу на трехзвездную модель уголовного процесса. В результате на сегодняшний день все дела, которые расследуются отделом полиции Айтикивийского района, они расследуются в электронном формате. Указанное позволило нам сократить бумажный документный оборот, а также ускорить процесс согласования ключевых и православных решений. Это такие, как признание подозреваемым, к кваликации уголовных правонарушений, к кваликации деяния подозреваемых и другие решения. Наряду с этим у нас значительно сократилось снижение конституционных прав граждан. Усман Арунбасарович, вот Вы сейчас затронули вопрос конституционных прав граждан. Скажите, пожалуйста, а есть ли факты восстановления конституционных прав граждан в других надзорах? Здесь хочу отметить, что данный вопрос является актуальным не только в сфере уголовного процесса, но и в других отраслях надзора. На сегодняшний день по актам прокурорской реагирования нам удалось защитить и восстановить конституционные права 4-20 граждан, которым выплачено более 1 миллиона тенге за пенсионное отчисление. Более того, на сегодняшний день на стадии рассмотрения находятся акты прокурорской реагирования по выплате порядка 39 миллионов тенге это работников коммунального предприятия за оплату труда, а также лицам уязвимых условий населения в период режима ЧП. Как Вы знаете, этот год объявлен президентом годом ребенка. В данном случае хотелось бы, конечно, узнать, какую работу проводит Ваше ведомство прокуратуры Айтикибийского района по защите прав детей. Мы в первую очередь проанализировали вопросы предоставления гарантийного объема бесплатной медицинской помощи детей. И как результат, в ходе анализа мы установили, что из 5 тысяч детей, обучающихся как в школах, так и в дошкольных организациях, 3 тысячи не получили, не прошли осмотр ротовой полости. То есть каждый год они в учебный период должны проходить осмотр ротовой полости. Данная работа не была проведена. По актам прокурорской региены на сегодняшний день указаны нарушения устроены, составлены график осмотра детей. Более того, на сегодняшний день мы провели анализ по детскому суициду. Данный вопрос, хотя у нас детских суицидов не интересен, но в то же время мы охватили вопрос после наличия телефонов доверия психолога в школах. И как следствие мы установили, что из 10 номеров, представленных как телефонный доверие, по ним по 10 номерам невозможно дозвониться. И установлены внутренние номера школ. Просто внутренние номера. По нашему акту и регистрированию на сегодняшний день установлены действующие номера и сотовые телефоны психологов. Более того, мы проанализировали вопросы питания детей. Здесь установили факты нарушения, когда из 30 школ те дети, которые обучаются шестидневно, шестидневное образование получают, им не предоставлялось бесплатное питание. Это порядка 345 детей. По нашим актам прокурорского регистрирования эти нарушения детей восстановлены. Дети, которые в данный момент обучаются шестидневно, получают бесплатное питание. Более того, мы проанализируем вопросы выплаты алиментов. На сегодняшний день мы установили, что порядка 18 проблемных исполнительных производств по нашим актам прокурорского региона они перешли в периодические исполнения. 10 исполнительных производств прекращены в связи с реальным исполнением. 4 лица, это 4 алименты, привлечены к административной ответственности за невыплату алиментов. В целом такая работа. Глава государства дал поручение Генеральной прокуратуре Республики Казахстан держать на особом контроле вопросы защиты прав предпринимателей. Усман Ронбасарович, скажите, пожалуйста, в данном направлении ваше ведомство какую работу ведет? За истежий период текущего года по актам прокурорского региона мы защитили права 23 предпринимателей, от которых незаконно отбирали два заявления на предоставление земель всех хозназначения. То есть по закону все лица, которые должны получать землю, должны участвовать в конкурсе. Но помимо конкурса они еще отбирали заявление. То есть это установление административных барьеров. Кроме того, мы проанализируем вопросы выплаты им бюджетных средств на оказанные услуги. За истежий период нами выявлен один факт, не выплаты более 1 миллиона тенге за оказанные услуги. То есть по нашему акту региона восстановлены права и почина данной суммы. Если говорить о социально уязвимых слоях населения, непосредственно о людях с ограниченными физическими возможностями, скажите, пожалуйста, работа в данном направлении ведется прокуратурой Айтихибийского района? Особое внимание мы уделяем вопросам трудоустройства инвалидов. За истежий период нами проведен анализ данного направления и установлено, что 29 инвалидов не работают по установленной квоте. То есть согласно квоте должно быть трудоустроено 34, а по факту работало всего лишь 5 инвалидов. Кроме того, установлено, что действующий и работающий на территории имботакси, он не соответствует установленным требованиям законодательства, и он обеспечивает свои услуги, предоставляет свои услуги только в будние дни, а в субботу и воскресенье отдыхает. По нашему акту прокуратурой Айтихибийского района, права инвалидов восстановлены, инвалиды осуществляют деятельность и в субботу и воскресенье. Усман Иронбасарович, у нас остается совсем немного эфирного времени, но все-таки хотелось бы небольшой акцент сделать и на работе в других направлениях вашим ведомствам прокуратуры Айтихибийского района. Расскажите, пожалуйста, об этом. Как я уже говорил, помимо криминогенской ситуации, мы смотрим благосостояние в других сферах. К примеру, мы недавно провели анализ по оиспечению населения к своевременному водоснабжению. В мае месяце в течение 17 дней на территории Айтихибийского района вода поставлялась почасовая. Мы, проанализировав данный вопрос, пришли к выводу о том, что коммунальное предприятие, которое ответственно за поставку воды, она задолжала за электроэнергию. В свою очередь, эта задолженность образовалась в связи с тем, что они незаконно предоставили субсидии государственным органам, хотя норма, которая позволяла им предоставлять субсидии государственным органам, она утратилась в силу еще в 2015 году. То есть они на протяжении этих пяти лет предоставляли незаконные субсидии государственным органам, и у них образовалась задолженность перед электроэнергией. Соответственно, электроэнергия им отключала подачу света, и у нас приостановилась вода, подача воды. На следующий день мы внесли акт прокурорского реагирования, и данная задолженность, она восстанавливается, возмещается государственным органам. И здесь же мы непосредственно охватили вопросы концовных прав тех работников, которые работают в коммунальном предприятии. То есть наличие задолженности, она поставила под угрозу выплату заработной платы 53 работникам. То есть в данный момент задолженность возмещается, работники получили заработную плату за ее месяц. Усман Ронбасарович, понятное дело, что удаленность вашего района от города, поскольку Айтикибийский район находится в 320 километрах от города Ак-Тубе, возможности приехать к вам не было. Но мы очень рады были видеть вас в нашей студии. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. До свидания. А я напомню, вы смотрели программу «За Антелемен» на телеканале РИК-ТВ. Сегодня на студии был прокурор Айтикибийского района Усман Ронбасар Улэм. Если у вас остались вопросы к прокурорам, вы всегда можете задать их не только в письменном виде, принеся в канцелярию прокуратуры Актюбинской области, но также задать их и в социальных сетях. В Инстаграм, к примеру, они представлены как Актубе, нижнее подчеркивание, обл, нижнее подчеркивание прокуратура. Также у прокуратуры Актюбинской области есть и официальный сайт. Свои социальные сети, а также официальный сайт есть и у Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Все контакты вы сейчас видите на своих экранах, можете заскринить. У нас на этом все. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова